Великая немецкая конькобежка пока здесь без медали, а в ее активе 29 наград, пока на данный момент 29 наград чемпионатов мира на отдельных дистанциях. Правда, в присутствии такого большого количества спринтеров, мне кажется, что Клаудия Пештайн надо активизировать как можно раньше пелетон, чтобы спринтеры просто не удержались, не доехали до финиша, иначе в такой кампании не выиграть. Это как на прогулке в детском саду, когда они выстраиваются таким большим коллективом. Мне кажется, женский пелетон вообще непредсказуем, как и женщины в целом, так и женский пелетон в спорте. Ну, Женя Лавенкова пока старается держаться поближе к головке группы. В общем, наверное, в идеале вообще где-нибудь четвертая-пятая позиция. Она как раз сейчас на пятой позиции оказывается после того, как активизировалась группа, предвкушая достаточно скорый промежуточный, первый промежуточный финиш. Пока это Луиза Златковска под седьмым номером ведет пелетон, и вслед за ней канатка Хизер Маклид. И под четвертым номером Янеки Энсинг участвует в этом отрыве. Как бы контролирует ее, я думаю, что именно роль полицейского контролера отрывов здесь Энсинг отведена, если продолжать аналогии. Ну, и за этим отрывом пытается утянуться Хизер Ричардсон. Мне кажется, это странное решение. Уж Хизер... А, нет. Ну, Евгения сейчас находится у нас на шестой позиции. Как раз с лидирующими девушками она убегает. Ну, и, в общем-то, может поучаствовать в розыгрыше премии. А вот еще падение. Падает Миха Токаги, упала и кого-то из китаянок. И здесь падение. Ну, и вот Женя может выиграть промежуточную премию. Или Франческо Лалабриджидо, и у нее отбирает это звание победителя. А может быть, имеет смысл втроем поработать? Сюжет, ну, так нет. Небольшой отрыв, и в спокойный ритм переходят. Да, Хитер Маклин и Луиза Златковска досрочно выбывают из борьбы в масс-старте. Да, ну, слишком активно они вели себя. Тут еще надо учесть, что никакого нет ограждения внутреннего, да. Никаких бортиков и внутренняя дорожка в повороте никак не отделена. От лед не отделен от того бетона внутри. И, соответственно, в общем, если еще туда вывылиться, то это можно очень жесткую травму получить. Что ж, Франческо Лалабриджидо. Энсинг и Евгения Лаленкова. Да, но они пока не могут понять, что им лучше делать. Оставаться в лидерах или дождаться преследователей ближайших. Я думаю, что с участием голландки бессмысленный отрыв. Тем более, что и Евгения, как-то ей не получается сесть в спину этим троим. Энсинг не будет в полную силу работать в этом отрыве, зная, что в пилотоне, конечно, скаутом гораздо более титулованной. Она и Кубок Мир, и этапы, и общий зачет с Кубкой Мира в Мастарте в женском выигрывала. Так что, конечно, это главный претендент на награды от голландской сборной. Еще одно падение там Саски Алусалу выбывает. Да, у девчонок падений гораздо больше. Ну, и на очередном круге будет промежуточный финиш. Сейчас пилотон ускоряется. Здесь очень важно для Евгении Лаленковой удержаться в пилотоне, так как... И сохранить равновесие, и удержаться на льду. Ну, Женя так в концовку этой группы откатилась. Итак, второй промежуточный финиш. И что у нас, по-моему, норвежка впереди. Пять очков зарабатывает. Александр... Нет, это Александр... Да, десятый номер... Китаянка. Китаянка, да. И Битнер у Блонден очки за этот промежуточный финиш. Ну, еще раз повторюсь, да, сумма промежуточная... Вот Клаудия Пиштайн. И, в общем, правильно, да, уже два промежуточных финиша разыграны. Промежуточные финиши на... В четвертом, восьмом и двенадцатом кругах из тех шестнадцати, что всего преодолеть надо. И посмотрите, по-моему, Хизер Ричардсон подбирает, так тоже пытается контролировать. Вслед за Бенте Краус. Но сейчас Клаудия Пиштайн встала, дабы уступить лидерство кому-либо. Ну, она немножечко, чуть-чуть рывочек сделала, так чуть-чуть группу просеяла. И благодаря этому просиву выпадает из группы, из колотона Евгения Лаленкова. Ну, как раз она не сумела закрепиться в этом пилотоне после того, как она лидировала вместе с Лалабриджитой и Энсинг. Она не смогла как раз остаться в той группе. Смотрите, там уже просто толкотня. Толкается, да, толкается. Это надо дисквалифицировать обеих. Энсинг и вот кто там из Канады. Он просто в час пик в московском метро так не толкаются, как они устроили. Там это Ивани Блонден. Определенная там, конечно, командная тактика присутствует. Энсинг и Схаутен успевают переговорить о своих дальнейших действиях. А вперед выходит тем временем Хелена Питерс. С огромным опытом тоже участия в этих марафонах. Бельгийка в Голландии чувствует себя практически как дома. Так, и она выигрывает. Вот посмотрите, вот эта борьба. Ну, она началась еще чуть раньше. Ну, в общем, там Блонден не очень культурно, мне кажется, себя вела. Ну, она третий стала. И вот что, еще один рубок. В очередной раз, да, в очередной раз Клаудзе Пикштайн выходит вперед. Энсинг сейчас пытается ее не отпустить. Работает здесь скорее на Схаутен, которая комфортно сидит на третьей позиции в Беладуне. В Беладуне, да, за Блонден. Ну, а в общем, Клауде и тут в этой компании ничего не остается делать. Как вот так вот рисковать? Здесь, как я уже говорил, слишком много спринтеров. Типа Киза Ричардсон, типа Битнер. И если они все дружно приедут на финиш, конечно, с ними сложно будет соперничать. Два с небольшим кругом до финиша этого забега. Я думаю, что чуть-чуть вот сейчас передохнет Клауде. И, может быть, еще один рывочек сделает. За круг до финиша. Нет, она далеко садится в глубину пелотона. И, наверное, снимает свою кандидатуру с претендентов на медали. Впереди голландка, канадка и еще одна голландка. Сенсинг, Блонден и Схаутен. И Миха Токаджи пытается также держаться в лидерах за круг до финиша. И вот здесь уже начинается финишный спринг. Да, и вот рывок. Японок две в этом рывке. И Миха Токаджи. И реагирует только Блонден на этот рывок японок. Так плотно реагирует. И Ашигири здесь же прикрывает. Но вот Схаутен. Схаутен рядом. Да, сейчас в четвертой позиции. Но ей тяжело будет в такой компании выиграть промежуточный... Выиграть общий финиш. А Ивани Блондин-то, похоже, выигрывает эту дистанцию. Да. Да. Но она выигрывает, если ее не дисквалифицируют. Да, что то, как вот они толкались сенсинг, это, мне кажется, за пределами правил. Да, но тем временем предварительные результаты таковы, что Ивани Блондин становится чемпионкой мира в масс-старте. В прошлом году она остановилась в шаге от победы, уступив только Ирэйн Схаутен. В этом году она выигрывает. Ну, а скажем так, пока она приехала первой на финиш и набрала наибольшую сумму очков. Вот это, наверное, будет правильная формулировка. И мы ждем решения судейской коллегии, которая объявит нам окончательные результаты. И, соответственно, весь список призеров, когда сосчитают, это не очень быстро обычно происходит. Не в секунду другую. Все-таки нужно все проверить. Но пока Блондин принимает поздравления, яростно принимает поздравления. Ну что, вот пятая сторона, получается, кто выиграл золотые медали здесь в Коломне, если все получилось. Ну, а для канадцев неплохо сложился этот заключительный день соревнований. Если все останется, как говорят нам предварительные результаты, то Ивани Блондин останется чемпионкой мира и добавит эту медаль к бронзовой награде Босфорта Лакруа. Алексей Босфорта Лакруа. Ну, можно еще вспоминать серебро Теда Яна Блумена на 10 километрах. Что у канадцев тоже такой комплект наград собирается. Да, вот таким получился наш чемпионат мира, проведенный здесь, в подмосковной Коломне. Хотелось бы поблагодарить руководство Московской области за такую возможность понаблюдать за чемпионатом мира здесь, на родной для нас земле, в Московской области, в городе Коломне, колыбели книгобежного спорта. Также сказать большое спасибо за поддержку Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края, за которые выступает Павел Кулижников, Руслан Марашов. Ну и, конечно же, поблагодарить руководство Департамента физической культуры и спорта города Москвы, который поддерживает нашего Дениса Юскова, завоевавшего здесь третью золотую медаль на дистанции 1500 метров, добавившего серебро на дистанции 1000 метров. Это действительно был один из самых удачных чемпионатов мира для нас. Дениса, просто самый удачный. 6 наград мы не выигрывали никогда. Рекордом был сочинский чемпионат. 5 наград и 2 всего лишь золотые. Ну и приятно, что вот прогресс у нас все-таки идет. Да и, в общем-то, если вспоминать прошлогодний чемпионат, там тоже было неплохо, да, 4 награды, в том числе 2 золотые. Но нет предела в совершенству и лишний замечательный тому пример нам голландцы. На них стоит равняться, многое у них стоит, ну, не копировать, заимствовать, изучать их опыт и стараться перенести его на российскую почву. Ну вот пока в итоговом протоколе, да, Блонден первая. 62 очка. Ким Борюм стала серебряным призером. И Миха Токаги, инициировавший этот рывок, стала бронзовым призером.